Друзья, привет! Добро пожаловать на SpeakAllWeek, где мы практикуем разговорный английский. Стараюсь, чтобы каждый видеоурок был для вас как реальный, чтобы вы получили максимум полезности и максимум практики. И чтобы у вас получалось, и вы влюбились в английский, как я. Чтобы общаться на английском, необходимо понимать собеседника, уметь задавать вопросы и отвечать на них. Как раз в этом сегодня и практикуемся. Слушаем текст на английском на тему кофе. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать. У вас также будет возможность проверить правильность своих ответов. А потом мы поменяемся ролями. Вы задаете мне вопросы, а я отвечаю. Попробуем? Давайте разберем этот кусочек. Многие люди наслаждаются чашечкой кофе в местной кофе-шоп, кофейне. Некоторым людям нравится пить кофе за его насыщенный запах, rich smell, и rich taste, богатый вкус. Others like the awakening effect of caffeine. Другим нравится. Awakening effect. Пробуждающий эффект, или я бы сказала, бодрящий эффект кофеина. Слушаем еще раз внимательно и приступаем к вопросам. Many people enjoy a cup of coffee at their local coffee shop. A third of the world's population are coffee drinkers. Some people enjoy drinking coffee for its rich smell and taste. Others like the awakening effect of caffeine. И так, are you a coffee drinker? Where do you enjoy a cup of coffee? I enjoy a cup of coffee at a local coffee shop. Why do you enjoy drinking coffee? I enjoy drinking coffee for its rich smell and taste. А теперь спросите у меня, используя новое слово a coffee drinker. Ты пьешь кофе? Are you a coffee drinker? И мой ответ будет No, I am not a coffee drinker. I am allergic to coffee. But I enjoy its rich smell. Слушаем и разбираем следующий кусочек. Coffee came from the country we know as Yemen. Coffee was in high demand all over the Middle East. Today, Brazil is the largest producer of coffee in the world. Coffee is the second most heavily traded product in the world after oil. Coffee came from the country we know as Yemen. Кофе пришел из страны, которую мы знаем как Yemen. Кофе was in high demand all over the Middle East. И здесь хорошее выражение. Be in high demand – пользоваться большим спросом. Аналогично be in low demand – пользоваться низким спросом. Итак, кофе пользовался большим спросом во всем Ближнем Востоке. The Middle East. The Middle East. Хочется перевести как Средний Восток, но это устойчивое выражение Ближний Восток. Сегодня Бразилия – самый большой производитель кофе в мире. Кофе – второй most heavily traded product – продукт, который продается лучше всего. То есть второй самый продаваемый продукт в мире after oil – oil, нефть, после нефти. Слушаем еще раз и переходим к вопросам. Кофе came from the country we know as Yemen. Кофе was in high demand all over the Middle East. Today Brazil is the largest producer of coffee in the world. Coffee is the second most heavily traded product in the world after oil. Please answer. Was coffee in high or low demand in the Middle East? Coffee was in high demand in the Middle East. Coffee was in high demand in the Middle East. Кофе is the second most heavily traded product in the world after oil. Спросите меня, какая страна – самый большой производитель кофе в мире. What country is the largest producer of coffee in the world? Переходим к следующей части. Кофейные деревья могут расти до 9 метров в высоту. Растение производит фрукт, который называется кофейная вишня. Когда кофейные вишни are ripe, спелые, and ready to pick и готовы к сбору, Они яркие, красные и твёрдые. Внутри фруктов красные кофейные зёрна. Зёрна прожариваются при высоких температурах. Слушаем ещё раз и переходим к вопросам. Внутри фруктов красные кухонь Democratic. Растение производит фрукты, которые расти по высоту. Что фрукты produce? A coffee tree produces a fruit called a coffee cherry. Are beans roasted at high or low temperatures? The beans are roasted at high temperatures. А теперь вы спросите, какого цвета кофейные зёрна? What color are the coffee beans? And my answer is, coffee beans are red when they are ripe. Ripe – спелый. И переходим к последнему кусочку. The two most important kinds of coffee plants are Arabica and Robusta. Arabica coffee makes up around 70% of the world's production. These trees produce coffee with a rich smell. Robusta has more caffeine than Arabica. It is usually mixed with other coffee beans or used for instant coffee. The two most important kinds of coffee plants are Arabica and Robusta. Два самых важных вида кофейных растений – Arabica и Robusta. Arabica coffee makes up around 70% of the world's production. Make up – составлять. Арабика составляет около 70% мирового производства. These trees produce coffee with a rich smell. Эти деревья производят кофе с насыщенным запахом. Robusta has more caffeine than Arabica. Robusta имеет больше кофеина, чем Arabica. It is usually mixed with other coffee beans or used for instant coffee. Её обычно смешивают с другими кофейными зёрнами. Or used for instant coffee. Или используют для растворимого кофе. Instant coffee. И слушаем ещё раз. The two most important kinds of кофе plants are Arabica and Robusta. Arabica кофе makes up around 70% of the world's production. These trees produce кофе with a rich smell. Robusta has more кофеин than Arabica. It is usually mixed with other кофе beans or used for instant кофе. What are the most important kinds of кофе plants? The most important kinds of кофе plants are Arabica and Robusta. What coffee makes up around 70% of the world's production? Какой кофе составляет около 70% мирового производства? Здесь обращаю ваше внимание, что это вопрос к подлежащему. Вопросительное слово в этом вопросе – what coffee? После чего идёт глагол make, но с окончанием s, то есть в третьей форме единственного числа. И в этом особенность вопроса к подлежащему. What coffee makes up around 70% of the world's production? А теперь спросите у меня, какой кофе имеет больше кофеина? What coffee has more caffeine? Robusta has more caffeine than a radica. И ещё один вопрос. Какой кофе обычно используется для растворимого кофе? What coffee is usually used for instant coffee? And my answer is... Robusta is usually used for instant coffee. Давайте повторим слова этой темы. Кофешоп – кофейня. Кофедринка – тот, кто пьёт кофе. Рич тейст – богатый вкус. Эвейклинг эффект – бодрящий эффект. Be in high demand – пользоваться большим спросом. Ripe – спелый. Coffee beans – кофейные зёрна. Instant coffee – растворимый кофе. Напишите в комментариях, всё ли у вас получалось. Если вдруг нет, ещё раз вернитесь к этому упражнению. Желаю вам упорства и успеха в изучении английского языка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok